Начало 39-х суток. На данный момент у меня вылупилось 9 эндоутят. Были нюансы, конечно. Некоторым пришлось помогать, потому что сами они уже не могли. Они переворачивались, вертелись. Скорлупа очень толстая. Пришлось немножечко подковыривать, помогать. Дальше они сами работали, вылуплялись. Хотя, что скажу, один у нас утенок еще остался, 10-й в инкубаторе. Из 12 яиц один замер где-то после 30-го дня, потому что я его скопирование делала, он мне был под вопросом. Вот этот тоже немножечко поздноватый, потому что, видимо, у него там после 30-х суток еще очень много было красных капилляров, видно. Он вот полежит у нас. Думаю, сутки. И завтра посмотрим, может, лупица начнет. Так, что сказать дальше? Были нюансы. У последнего утеночка, вот он, кстати, он лежит, здесь креется. У последнего утеночка получилось кровоточила поповинка. Сейчас она подсохла, обработала хлоргексидином. Кровотечение прекратилось. Хотя внутри яйца все было нормально, никаких кровотечений не было заметно. У одного малыша, наверное, четвертый по счету, который у меня вылупился, у него получился не втянулся этот мешочек. Чуть-чуть вышел. Ну, потом, смотрю, присушился, все втянулся, все хорошо. Вот. Так что у меня теперь появился первый опыт. Утятам обязательно надо помогать. Нельзя их так просто оставлять. Потому что у меня получилось, что один замер на 30-е сутки, перестал развиваться, а другой задохнулся из-за того, что я сделала маленькую дырочку. Надо было чуть побольше расковырять, а я щелочку оставила, он задохнулся. Поэтому обязательно надо малышам помогать, чтобы не было задохлика. Редактор субтитров А.Семкин